Доброе утро, друзья! Итак, вас повысили и вы стали руководителем отдела. Поздравляю! Вы вступили на самый интересный бизнес-путь, на путь управления. Несколько небольших советов, как вам в первые дни зарекомендовать себя и показать себя хорошим руководителем. Первое, что вы должны сделать, это познакомиться со своей командой. Даже если вы работали в отделе и вас все знают, вас все знают как сотрудника, теперь вы должны представить себя как руководителя. Соберите свою команду, проведите небольшое совещание и расскажите о своих планах, расскажите о своих целях и поблагодарите команду за то, что они проявили к вам доверие и выбрали вас своим руководителем. Следующее, о чем должен помнить хороший руководитель и что он должен сделать в первую очередь, это как можно лучше узнать свою команду. Узнайте своих людей, узнайте, кто и чем занимается в коллективе, почему они делают это именно так. Узнайте, что ими движет, что их мотивирует, какие у них жизненные цели. Постарайтесь как можно лучше узнать своих людей. Это поможет вам оценить потенциал своей команды и узнать слабые места, узнать то, над чем вам придется работать в ближайшее время. Когда вы ставите какую-то задачу своим сотрудникам, первое время ставьте эту задачу как можно более четко. Всегда четко проговаривайте, что вы хотите получить. Убеждайтесь в том, что у сотрудника есть достаточно ресурсов на выполнение этой задачи и проговаривайте сроки. Проговаривайте, что вы ожидаете в итоге, как вы будете оценивать эффективность работы сотрудника. Людям важно понимать, как они смогут с вами построить взаимоотношения. Хороший руководитель – это тот, кто хорошо знает свою команду и всегда заботится о своей команде. Я уверена, что эти небольшие советы помогут вам построить эффективные отношения руководители команды. Завтра я расскажу вам еще несколько советов о том, как стать настоящим хорошим руководителем. А пока, хорошего дня!